Всем привет, друзья! Это модификация Ночь перед Рождеством. Я ни разу не играл в новогодние моды и решил, почему бы не попробовать, тем более, что до нового года осталось совсем немного времени. Поэтому в поисках новогоднего настроения мы начинаем прохождение модификации Ночь перед Рождеством 2015. Итак, зима, сверчки, мы на кордоне и нам нужно поговорить с Кузнецовым. Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Не отвали отсюда по-хорошему. А я ему, значит, и говорю. Ты мне это, свое фофло не гони, мне нормальные подарки нужны. Так и сказал? Ну а как же? Ну ты, блин, додумался же. Так а что, мне подарки нужны, а бармен мне какую-то фигню сует. Что я еще сказать должен был, по-твоему? Ну, вот и я о том же. Ладно, Сань, я потопал, а то Сидорович мозг выезд. Давай, мечены, заглядывай. Все непременно. Такс, ну что, значит, нужно отправляться к Сидоровичу. Да, отправляйтесь к Сидоровичу. Тут можно взять баллон, всякую еду, водку, аптечка. Пригодится. Ладно, может еще и ящик сломать. Куда же без этого? А у нас ножа нет, что ли? Ну ладно, давайте так. Такс, что у нас вообще с собой есть? Ну, стандартное снаряжение. Ладно, хорошо. Такс, нас кабан тут встречает. Вообще, пока мы бежим в сторону Сидоровича, хочу сказать, что у модификации имеется три части. Все они коротенькие, совсем небольшие. Я думаю, что эти три части мы пройдем за три серии. Но также, если вдруг кто никогда не играл в новогодние модификации, не смотрел, то предупреждаю, что не стоит этот мод воспринимать всерьез, как настоящий сталкер. Это просто такая новогодняя шутка, можно сказать. Новогоднее развлечение, да. Так, тревог засек сегодня парочку химер на армейских кладах, к западу от барьера. О, к западу от барьера. Ну, вряд ли мы туда попадем. Первая часть, насколько я знаю, ее события развиваются только на кордоне. Потом, вроде как, уже в следующих частях там будет и бар, возможно. В третьей части. А во второй, я не знаю, что будет. Но сначала пройдем первую. Такс, значит, Сидорович, что он там опять от нас хочет? Ну что? Ну, здорово. С Новым Годом. Хо-хо-хо, с наступающим. Ты издеваешься? Ну вот, чуть что, так сразу издеваешься. Что случилось-то, Меченый? Да ничего, с чего бы ты такой добрый? Зомби, что ли, стал? Сам ты зомби. Это ж Новый Год, принято быть добрым, для бизнеса полезно, опять же. Ты вообще как, по делам или просто от старика проведать? Да и то, и другое. Слушай, тут такое дело, мне для народа подарки нужны. Есть идея? Ммм, идея? Ясно. Идей нет, да? Не совсем так, но главную мысль ты уловил верно. Короче, ты пока погуляй, с волком пообщайся, а я почешу репу по твоему вопросу. Если что, придумаю, кину мейл. Лады? Лады, можно подумать, у меня выбор есть. Хм. Такс, с волком говоришь пообщаться. Ладно, давайте пообщаемся. Удачные охоты, сталкер. Может, что подскажет. Ну, что скажешь, волк? Слушай сюда, увидишь тоннель, не ходи в него. Да это я уже знаю. Здоров, старик. Чем порадуешь? Кто бы говорил о возрасте? Ну, я-то вообще старпёр заслуженный, так что мне можно. Да, ну ты, ёлка ж зелёный, старпёр, скажешь тоже. А, ладно, как жизнь-то твоя нелёгкая? С каждым днём легчает, зараза. Короче, как обычно, тихо, мирно. Знаю я твое тихо-мирно, хотя это лучше, чем ничего. А, слушай, я тут вспомнил. В общем, на блокпосту у них какие-то слухи пошли про то, что Чак Норрис в зону на съёмки приезжает. Музыкант из тебя ещё тот. Да, что? Чак Норрис на съёмки сюда в зону приезжает, вроде как. Я не тупой, можешь по слогам не проговаривать. Ты это вообще к чему? Да, просто как-то к слову пришлось. Вспомнил. На блокпосту, говоришь, слухи пускают. Хм, сходить проведать, что ли? Давай, потом расскажешь. Ну, а как же? Ладно, ещё увидимся. Так, и мы сразу переместились на блокпост. Некоторые времена спустя. Подсказка, найдите командира блокпоста. Так, ну мы, в принципе, знаем, где он находится. Или здесь он... Ага. Здесь он в другом месте. Так-с. Командир. Может быть, раз Новый год, то он там с мужиками... Отмечает? Ну-ка. Да, дичи нет. Хм. А где ж тогда он? А вот, похоже, он. И куда это мы собираемся? Начальник. Какие-то важные новогодние дела. Ладно. Ничего, если я прерву вас. Доброго дня. День добрый, капитан. Здравствуй. По какому вопросу? Я тут... Извините, край моха слышал, что у вас ходят слухи про Норриса. Ой, господи. Ну ты... Не смеши меня так. Да, есть такое дело. Но ты лучше не меня спрашивай. Ребята лучше должны знать. Угу. Спасибо большое. А то у меня тут свой шкурный интерес имеется. Тогда не буду отвлекать. Все. Идите дальше по своим делам. Так, ребята, говорите, да? Какие именно ребята? Вот эти, которые... Вечно отмечают что-то? А? Ага. Ну, я вообще тут про Чака Норриса хотел кое-что спросить. Слышал что-нибудь про него? О приезде его в зону? Ты о Чаке Норриса-то? Да, слышал, что, мол, приедет в зону на съемки, что ли. А тебе это вообще для чего? Да я, понимаешь, вроде того... Поклонник и все такое. Гады. А, ну ясно. Нет, ничего конкретного не слышал. Просто слухи такие ходят. А, спасибо. Буду знать. Так, некоторое время спустя. Ага, и что? Уже приехал? Входящее сообщение. Мечен, есть идея по твоему делу. Заходи, расскажу. Это от Сидоровича. Похоже, от Сидоровича. Давайте зайдем. Ну? Что ты тащил? Чего там у тебя за гениальная идея? Именно что гениальная. Слушай, я, в общем, заказал на Новый Год нам всем хорошую такую портейку жрачки. Икра там, сало, салатики. О. Угу. Пришлось, конечно, с вояками пободаться, но ничего прокатило. Еще я тут по новогодним акциям накупил обувки, теплых курток. Круто. Если бы это и была твоя идея, то это не совсем то, что я имел в виду. Но мне нравится. Я о мысли, если что, так не читаю, но это будет точно. И где же эта жрачка и подарочки организуются, позволю знать. Прилетит вертушка, выгрузит все, но эти засранцы, которые якобы пилоты, согласны садиться только на ровном месте. А ровное место, якобы подходящее только к югу за ТП есть. Короче, я ничего не понял, почему именно там. Так что меня даже не спрашивай. Когда барахло возьмешь, дуй ко мне, будет кое-какая работенка. Ммм, ну это как и обычно. А поподробнее насчет места можно? Я себе сигнал в вертушке отметил? Найдешь. Просто следуй за ним. Ладно. Слушай, Сидорович, а ты про Норриса в зоне ничего не слышал? Чегось? Ну, не в курсе про приезд Чака Норриса в зону. А, не, не особо. Слышал, что он вроде со съемочной группой должен был приехать, но подробностей не знаю. А тебе это к чему? Да просто так слышал край муха, интересно стало. Ну, ясно. Такс, там уже вертолет полетел, похоже. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Говорит, метку поставил. Да. Вертолет уже летит. Надо догонять. Ну вот, подбегаю я уже к вертолету. Сейчас будем груз забирать. Погоди, мы сейчас спустим тебе ящик. Хорошо, давайте. Только как вы это сделаете? Вы бы сами немного ниже спустились. Ага. Блин, ну а что после такого падения там выживет? Спасибо, конечно, но... М-да. Так, значит, ящик с вещами. Ящик, если верить торговцу, с вещами, оздоровоумно упакованными в ящик из-под динамита. Среди прочих наклеек можно разглядеть наклейки с маркировками ВС Украины. Весит ящик немало. Зато, опять же, если верить торговцу, здесь лежат подарки для сталкеров. Надеюсь, эти подарки выжили. Так. Нас перебросило сюда наверх. Сейчас мы, по идее, должны с легкостью перескочить забор. И отправляемся обратно к Сидоровичу. Ну, Сидор. Ох. Ну, как успехи? Ящик при тебе? Да, где же ему еще быть? Конечно, при мне. Ты в следующий раз хоть каску дай. Эти гении меня чуть этим самым ящиком не пришибли. Кто ж знал. Хотя у них мозгов могло на что и похуже хватить. Ладно, не суть важна. Давай мне ящик, проверю, все ли на месте. На, держи. Ты, если память мне не изменяет, что-то про работу говорил? Или как? Да, говорил я, Синперец. Задача такая. Берешь сверток из тайника и относишь ко мне. Не спрашивай, на кое оно мне надо, просто сделай, хорошо? Оплата достойная, не волнуйся. Но по месту. А где тайник? Старый тепловоз, сошедший с рельс у северо-восточного ЖД-тоннеля, знаешь? Ну, он за АТП. Понял, о чем я? Кажется. Ну так вот, там у этого тепловоза и ищи тайник. Найдешь сверток, тащи ко мне. Хм, как все просто. А где именно тайник, не скажешь? Если б знал, наверняка б уж сказал. Ну, понятно, понятно. Ладно, пойду искать твой сверток. Погоди, Меченый, есть еще кое-что. Что? Ты ведь про Норриса спрашивал? Ну, было дело. Вопрос был риторический. В общем, он здесь, в зоне, со съемочной группой. Пока не знаю, где именно, но думаю, скоро узнаю. Да, и еще, там под мостом у вагончика вроде как Нива армейская стоит. Заглохла она у них, что ли? В общем, если работает, бери и езжай. Угу, спасибо, учту. Держи меня в курсе. Так, ладно, хорошо. Угу. Ну что ж, отправляемся тогда в сторону тепловоза. Сейчас по пути можем, в принципе, глянуть эту Ниву, но не думаю, что она нам особо пригодится. Тут, в принципе, бежать недалеко. Еще, учитывая вот эти вот аномалии невидимые, то лучше мы все-таки пробежимся так. Ну, про Ниву он говорил где-то вот здесь вот, под мостом, возле вагончика. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, энергетик возьмем. Так, ну вот, да, это самая Нива. Но, в принципе, толку-то от нее. Тем более, что мы сейчас ее не заведем, потому что клавиша не назначена, на Б Нива не заводится. В консоль, я не помню, там какую-то команду мне когда-то подсказывали, как вводить, чтобы через консоль назначать клавиши управления. Но я не помню этой команды. А в опциях просто так назначить клавиши управления нельзя, к сожалению. Потому что модом это не предусмотрено по каким-то непонятным причинам. Так что своим ходом, побрасывая болты, ловя зайчиков от этого пересвета, мы сейчас кое-как, я надеюсь, доберемся до тепловоза и отыщем этот тайник, что Сидорович там просил найти. Ну вот, прибежал я к этому тепловозу, а тут у нас целых два тайника. Во-первых, вот этот из оригинала, рюкзак, вечно пустой. Ну и еще один на самом тепловозе. Так, давайте сначала, наверное, заберем здесь еще вот артефакт, обрез. Может быть, пригодится. И, значит, вот он тайник. Тут у нас антирад и какая-то записка. Записка, лежащая в тайнике у тепловоза. Извини, добрый человек, за то, что твой тайник обчистил. Нужда заставила. Верну все в целости. Жди до Нового Года. С уважением, дед. Последнее слово нечитаемо. Мороз, скорее всего. Сидорович, прием. У нас проблемы. Тайник кто-то обчистил. Замечательно. Есть идеи? Да, тут какая-то записка. Подписано каким-то дедом. Кто это? Не знаю, но чувствую, скоро узнаю. Кстати, Норрис сейчас на кордоне. Опа, кроме шуток, где? В развалинах за мостом напротив фермы. Ну, ты понял. Потом заходи ко мне. Так. В развалинах за мостом напротив фермы. Ну что, давайте тогда туда прогуляемся. Место, в принципе, всем известно. Вот как раз-таки сейчас, минуя ЖДНС, подхватили немного радиации. Очень кстати нам положили в тот тайник антирад. Сразу его используем и топаем в сторону тех самых развалин. Но тут, кстати говоря, вот с этим Чаком Норрисом сейчас будет один такой интересный нюанс. Дело в том, что если мы вот просто побежим к нему, тут он не один, то эти ребята начинают по нам стрелять. Оказывается, им нельзя попадаться на глаза. Хотя, вроде как, в моде про это никто не говорил. Подсказок никаких по этому поводу не было. Но вот только на форуме я просчитал подсказку, что здесь нужно идти в соседнее здание и там кое-что найти. Кстати говоря, если заглянуть в контакты, то здесь мы видим Чака Норриса, а также здесь еще есть Стивен Спилберг и Люк Бессон. Да. Так, ну, возможно, мы с ними позже пообщаемся. А может и нет. В любом случае, можно только вот понаблюдать за ними. Ну, хотя наблюдать тут особо нечего. Они просто стоят, ничего не делают. Так что мы отправляемся вот сюда и здесь, в этом ящике, можно найти какие-то сапоги, какие-то ботинки. После этого срабатывает подсказка, выбирайтесь, Сидорович, Сидорович, Сидорович ждет вас. Хорошо, значит, нашли мы Берцы Норриса, легендарные Берцы Чака Норриса. Любой фанат старого доброго кинематографа отвалит кучу денег за такой раритет. Поговаривают, что на них даже поступил специальный заказ. Что ж, хорошо. Ладно. Все, короче, мы отсюда уходим. Давайте как-нибудь этих ребят обойдем. Тут вот еще можно труп проверить. Ну-ка, Женька. Аптечка пригодится. Ну и теперь аккуратно в обход этих ребят. Я думаю, я надеюсь, там нас военные пропустят, потому что вроде как здесь с Кузнецовым у нас отношения хорошие. Ну-ка. Да, вроде как диалога никакого нет, так что мы можем спокойно пробегать. Да, Кузнецов? Вроде как да. И, значит, бегу я сейчас обратно в деревню. И, как обычно, только сейчас заметил, что у нас имеется элитный детектор аномалии. Который нужно было повесить на пояс еще в начале игры. Но вы меня знаете, так что это уже ничего удивительного. Ну и вернулись мы обратно к Сидоровичу. Фух, я еще жив, если что. Кто бы сомневался. Ну что, добыл, что хотел? Угу, все при мне. Теперь можно и про твой тайник поговорить. Так что, пустой с запиской? Да, вот, держи. Можешь сам пересчитать. Давай сюда. Угу. Все ясно. Ясно. Ни черта не ясно. Что это еще за дед такой? Новый год называется. Вот-вот. А я о чем тебе говорю? Я тебе вот что скажу. Найти и выбить информацию. За голову этого дядечки хорошо заплачу. Ты меня недооцениваешь. В общем, могу пока тебе подкинуть какую-нибудь хорошую... Хорошо оплачиваемую работенку. А сам пока обмозгую кое-чего. Ну, давай. Так, это что там сейчас было? Не понял. И что? Ну, проветришься, заходи. Так-так. И кто это тут? Стой, стой, стой. Куда собрался? У нас к тебе разговор. Не уйдешь ты никуда. А в чем, собственно говоря... Проблема? Парень, ты вообще в своем уме совсем сдурел? А в чем проблема? Да так. Ты всего-то упер у Нориса его ботинки. Всего-то. Ты понял вообще, что ты сделал? Да что ты так нервничаешь? Нервные клетки не восстанавливаются. Рядом с тобой стоят парни с автоматами. Вот они нервничают. И нечего умничать. Во-первых, ты упер вещью иностранного гражданина. Во-вторых, это Чак Норрис. В-третьих... Короче, у тебя целый набор проблем. И что? А вот я тебе сейчас объясню. Уже страшно. Ты что, идиот, что ли? Думать нужно, что делаешь, придурок. Да. Так, и что? Так вы же не забрали ботинки. Забросили, хрен пойми куда. Так, где мы оказались? Опа. Здорово. Дед Мороз. Ну, как себя ощущаешь, парень? Удовольствие ниже среднего. Не мудрено. После приклада по черепу это еще ничего. Начинаю вспоминать. Норрис, Берс и солдаты. Хоть помнишь, а я-то боялся, что вообще не вспомнишь ничего. Да. А вы, если не секрет, кто? Да ты что, не узнал? Я же Дед Мороз. Не ожидал такой встречи. Стоп, так это ты, что ли, тайник нашел? Твой тайник, значит, был, да? Ну, я же сказал, что убытки покрою. Я же, как-никак, Дед Мороз. Да ничего мне не нужно, дедушка. Такс, а вот... Да что вы, блин, все меня лупите? Ну, украл ботинки, ну и что? По-другому пройти нельзя было. Да, ну, похоже, второй удар был уже на грани. Так. Давай поговорим. Sorry for my punch, but I do it. Короче, он говорит, что извиняется за то, что нас ударил. А сейчас я готов вышлушать твои проблемы. Что, простите? Говорю, извини за то, что врезал. Теперь я тебя внимательно слушаю. Начинать сначала, да? А каким ты, макаром, так по-русски-то говоришь? Ну, работа такая. А сначала или с конца мне совершенно безразлично. Мне вообще твои проблемы параллельны. Уж не обижайся. Но скажи мне, на кой хрен тебе мои ботинки понадобились? Государственная тайна. Угу, мог бы просто попросить. И ты бы отдал? Я актер, такие мелочи покрыл бы бюджет. К тому же они уже были старые. Ну, извини. Ладно, проехали. Так что теперь будешь делать? Ну, скоро совсем уже Новый год, так что надо готовиться. Кстати, если хочешь, присоединяйся. Ага. И все пропали. И вылет, серьезно? Ну, давайте еще раз попробуем поговорить с Норрисом. Надеюсь, на этот раз вылета не произойдет. Значит, после разговора Дед Мороз исчезает. Вот. И теперь появляется подсказка. Возвращайтесь в деревню новичков. Хорошо, я понял. И опять-таки, стоит Нива. Можно поехать. Но как ее завести? Нашел, в общем, в интернете команду. Вот так она выглядит. И теперь у нас на Б назначена клавиша завести двигатель. Все. Отлично. Можем ехать. Ну что. Вернулся я обратно в деревню. Посмотрим, есть ли тут дело Кутидровича. Да, что-то появилось. Так что там с подарками? Ох ты ж, господи, что с тобой? А, поклонников встретил. Забудь. Уже забыл. Подарки готовы. Теперь дело только за поводом. С этим проблем не возникнет. Так что, осталось только всех собрать? Похоже на то. Ты тогда иди. Я пока объяву на канал кино. Я чуть попозже подойду. Вы там накрывайте пока. Хм. Накроем, не сомневайся. Так, господа сталкеры. Всех просим постепенно подтягиваться в деревню. К столу, так сказать. Ха-ха. С любовью, Сидорович. И да, Васек, с тебя еще сотня за обрез. Ха, шучу. В Новый год я не такой вредный. Такс, ну что ж. Давайте. Соберемся возле костра. А волк что стоит? Молчит. Хотя там диалоги есть, но это все из оригинала. Так, ну вроде как народ собирается. По времени, кстати, у нас 21.01. 30 декабря. Еще не 31, но тем не менее. Да, как обычно тут. Толкучки. Ну что? Так, а это у нас... Да, Сидор вышел из бункера. Зараза, вы ладно? Как он, блин, уже... Ходить разучился. Столько сидеть. Такс, ну что? О-о-о-о. Да, поиграли, хватит. Вытолкнули его. Ну, понятно. Теперь они тут будут за место бороться. Не учатся ничему некоторые, и учиться не хотят. Кино Африканское рассматривается, и, конечно, срывает о жалости. Ты ему по аномалии, он тебе прохалан. Не о чем. Дороги хотят, кроме бабок. Пока кишки по ветками разбросают. Такс, в общем... Ой, слушай, классно, классно, серьезно. Дай-ка я попробую, может, еще не все забы. Короче, тусалкеры играют просто на гитаре. Но я... Там... Части, наверное, вырезал на монтаже, потому что... Ну да, потому что неизвестно, что тут с авторскими правами и все такое. В общем, вот такой вот Новый год под дождем. О-о-о-о, Сидор. Ты че? Мы же не пили еще. Ладно. Так. Время 23.59. 55 уже. 56. 57. 58. 59. 0-0. Всех, но с Новым годом. С Новым годом, братцы. Чего заскучали, мужики? 50. 89. 58. 59. 59. 60. 63. 64. 63. 61. 67. 62. 64. 63. 63. Так, мужики Там Сидору, походу, плохо стало Он сначала телепортировался А потом уже совсем Так, ну Похоже, что все Новый год прошел Хотя 31 число еще Но тут, наверное, будем считать у нас бой В ПД Так, Сидор, ты ведь живой? Да, короче, конечно Тяжело ему дался этот Новый год Что ж, вот такая вот модификация Оценивать ее всерьез, конечно, нельзя Но, как Такой новогодний подарок вполне неплохо Хотя этот мод выходил в 2015 году вроде бы В общем, всех с наступающим Но у нас, похоже, впереди еще Два новых года Потому что впереди еще Две части модификации Ночь перед Рождеством На этом пока что все Но скоро будет снова Новый год Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok